Неужели сейчас молодые люди хотят быть писателями? Не все, между прочим, приходят стать писателями. Это всё-таки такая психотерапия, то есть работа с травмой. Кто-то приходит, потому что не может не писать. Насколько можно стать богатым человеком в этом направлении, развиваясь? Несмотря ни на что, я всё-таки верю, что литература способна как-то сдвинуть культурную, и не только культурную, а социальную ситуацию в обществе. Добрый день! С вами Дергачёв Инсайт, и я ведущий этой программы, Вадим Дергачёв. А сегодня тема нашего разговора – это русская литература в Казахстане и за его пределами. Наш гость – поэт, писатель, переводчик, редактор Юрий Серебрянский. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Вадим. Привет. Привет. Итак, Юрий Серебрянский. Мы выжили. Кто-то купил квартиру, кто-то дачу пристроил к сортиру. Нам пела Ветлицкая с барахолки, мы ночью по пьяни путали полки. Мы видели много денег, несколько миллионов, вложив своё и чужое в карваны несбывшихся фараонов. Пили цветные ликёры, очереди вавир. И был у нас выпускной и война, и мир. Поэт, писатель, редактор, переводчик. Проживает попеременно в Казахстане и Польше. Служил какое-то время в Министерстве экологии Республики Казахстан в программе развития ООН. Работал гидом в Королевстве Таиланд. Окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби. И в Арминском Мазурске университет в городе Ольштин, Польша. Публиковался в литературных журналах «Простор», «Книголёб», «Дружба народов», «Знамя», «Новый мир», «Воздух», «День и ночь», «Новая юность», «Пролог», «Юность», «Барзак». Правильно прочитал? «Барзак». «Новая реальность», «Полутона», «Литература», «Промегалит» и другие. Участвовал в форумах молодых писателей в Липках и дважды лауреат русской премии в номинации «Малая проза». Десятый и четырнадцатый год. Редактор отдела прозы журнала «Литература» ведет семинар прозы в открытой литературной школе Алматы, Оуша. Творческие семинары IWP, Университета Айовы. И еще ты состоишь в казахском пен-клубе. Правильно? Да. В целом, да. Хорошо. Ну, замечательно. А, ну и самое, может быть, для меня интересное – это главный редактор журнала «Польской диаспоры» «Алматинский курьер Полоний». Полонийный. Полоний. Полонийный. 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 «Алматинский курьер Полонийный». Это такое понятие. Полония – это поляки, живущие за пределами исторической родины. Так, здорово. По всему миру. Юра, вот, чтобы нам все-таки начать с какого-то отчета, с какой-то литературы, тем более, когда эта литература русская, а ты вот недавно заявил, что у тебя, по большому счету, кроме русского языка ничего и нет. А вот Ахматовой, по-моему, приписывают анекдот про то, что она предлагала выбрать кошка или собака, Толстой или Достоевский, Пастернак или Мандельштам. Вот, вот, если, скажем, от чего-то отталкиваться, давай координаты какие-то нарисуем, а если Пелевин или Сорокин? И почему все-таки Сорокин? А вот, и вообще, что для тебя, вот, современная, ну, до некоторой степени популярная русская литература, ты вообще с ней как? Сорокин, конечно, хотя, в общем, тоже с натяжкой, потому что, ну, не Пелевин и не Сорокин, я больше... Стоп, подожди, а лед, в конце концов, когда ради великой русской литературы, а людям ледяными молотами разбивают сердце, это тебя вот никак не затронуло в твое сердце? Я читал много и слежу за работой, ну, за Пелевиным я не слежу уже, только какие-то такие основополагающие его вещи знаю. С Сорокином интересно следить, но все-таки я больше слежу за реалистичной литературой русской, современной, и вообще, когда я слушал представление, спасибо большое за такое начало, за неожиданное, за этот мой... Текст, вот, я просто по поводу русской литературы, вот, при самоваре скажу, что я себя русским писателем не считаю, я русскоязычный писатель, и русский язык, да, это мой рабочий инструмент, и, по сути, в общем, я профессиональный автор, редактор, я работаю с языком и зарабатываю языком деньги, вот, и при этом, конечно, русский писатель, для меня звучит как такое звание, вот, вот у нас здесь портреты висят, может быть, их не видно в кадре, но это вот русские писатели, ну, и русский писатель все-таки... Там только Пушкин, а остальные русские полководцы, но мы отдельно потом покажем, там, вот, я смотрю, там, этот, и вообще Петр Алексеевич, там, и этот господин, который Бородинскую битву выиграл, Кутузов... А это не Ломоносов там, вдали? Вот с той стороны? А, вот там, наверное, Ломоносов, где Ломоносов? Ну, пусть будет Ломоносов. Да нет там Ломоносова, там вообще Суворов. С моим зрением это Ломоносов. Так он Сусаби, какой это Ломоносов? Это Суворов, там вообще какая-то русская Мария Антуанетта. Ну, извини, хорошо. Ты, значит, не русский, ты русскоязычный. Я русскоязычный автор. Это не ругательство, Юра, русскоязычное. Сейчас новое слово. Когда речь идет о писателе, это... То есть, в принципе, русскоязычное, это хорошо, но когда речь идет о писателе, это не ругательство? Нет, я это не воспринимаю совершенно ругательством. Есть еще новый термин, который сейчас в обиходе, русофонный автор. Потому что в последнее время мы говорим, и мне приходится об этом говорить, о децентрализации русского языка. Русский язык становится, как и английский, как и французский, полицентричным языком. И вот в этой струе мне комфортно себя ощущать русофонным автором, так скажем. И русскоязычный меня совершенно не пугает. Нет, с русской современной литературой я работаю, постоянно сталкиваюсь, как редактор раздела прозы, журнала такого литература. То есть, мы получаем тексты от русских писателей. И русскоязычных. Да, отовсюду. От всех, кто пишет на русском языке. Скажи, пожалуйста, все-таки для того, чтобы вот эту карту обозначить, назови тогда, ладно, не Пелевин тебе не угодил, мне тоже, не Сорокин. Сорокина я люблю. А ты-то кого любишь? Ты с кем, вот из, кого ты считаешь большими из современных, вот ныне живущих, недавно ушедших русских и русскоязычных писателей? Вот ты говоришь, что ты общался с русским. Довлатова? Да, Довлатова. Кто же не любит Довлатова, да? Здорово. Ну, пардон, я, да. Я вот такой. Люблю очень, люблю Довлатова. Вот русский писатель, да. Вот русский писатель. Бродский русский. Поэт. Да. Вот, что касается современных авторов, ну, тут сейчас вот сложно, сейчас сложно, потому что каждый год русские премии называют гениев и на следующий год не могут вспомнить имена и названия победивших романов. Вот какой-то такой процесс, ну, я не вижу такого романа, который бы продолжал лежать на полках дольше года. Кроме, скажем, Мариам Петерсян, дом в котором, вот его можно, заходишь в книжный магазин, вот он там стоит все время. Вот он победил лет 10 назад в какой-то премии. Это хорошая проза? Это хорошая проза, да. Да. Хорошая проза, она осталась. Угу. Есть, конечно, авторы, которые работают интересно, профессионально, двигают вперед что-то. Анна Козлова, молодой автор, очень интересный. Угу. Вот, ну, во-первых, мне не приходят сейчас в голову имена, во-вторых, я со многими имею честь быть знакомым лично и так вот боюсь кого-то не назвать. Вот открытая литературная школа, вот такой совсем простой, глупый вопрос. Неужели сейчас молодые люди хотят быть писателями и хотят угробить свою жизнь на вот этот вот на самом деле достаточно гибельный путь? То есть здесь же уже даже романтики не осталось вот той, которая была в Советском Союзе, когда люди, скажем, на каком-то, ну, вот про Довлатова ты говорил, на противодействии, да, каком-то, на противоходе работали. А сейчас-то зачем мальчикам и девочкам, которые там учат английский язык и вообще все у них будет хорошо в жизни, зачем им вообще вот туда? Это же какая-то просто яма. Да разные причины бывают прийти в Волша к нам. Не все, между прочим, приходят стать писателями. Кто-то просто хочет научиться, хочет научиться работать с языком и грамотно научиться строить сюжет, при этом сразу декларирую, что я не буду писателем, я не собираюсь стать писателем. Вот я научусь писать грамотно и уйду к себе в свою журналистику или в свое блогерство. В свою хорошую жизнь. В свою хорошую жизнь. Да, 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 мы сразу предупреждаем. Кто-то приходит, потому что не может не писать, такое тоже бывает, графомания и, как правило, такие люди уходят после там нескольких занятий. Кто-то приходит за коммерческим успехом и мы тоже на эту тему говорим и обсуждаем разные возможности, насколько можно стать богатым человеком вот в этом направлении, развиваясь. Но вы говорите честно, что нельзя стать богатым? Сказать человеку и с ним уже иногда даже не нужно работать. У него все есть, кроме каких-то технических навыков. Написать что-то, его останавливает только незнание того, в какую форму, в личный рассказ или роман и так далее. И тут уже небольшой такой щелчок и человек пошел сам уже. Человек пошел сам. Хотя он потом говорит, что ты ему чем-то помог. На самом деле, будем честными, ты ему ничем богу не помог. Все равно помог. А это все-таки такая психотерапия, то есть работа с травмой. То есть это возможность человеку дать что-то, чтобы он экзистанс свой как-то так раз перевернул и смог дальше жить. Или чего? Как показывает практика, писательство не метод избавиться от травмы. А скорее, ну, наверное, сублимация такая. Травмы в текст. И те, у кого большая-большая трагедия, травма в жизни была, они пользовались ей для творчества всю жизнь потом. Такова цвета его, скажем. Да, ну, тут все, большинство примеров, да. Конечно, кто-то, кто там от хорошей жизни начинал писать. И что? Я сейчас не вспомню таких. Это, может быть, все-таки русские такие особенные. Вот, в конце концов, были же светлые писатели на другом конце земли. А вот, ну, я не знаю. Ну, надо покоревать этого светлого писателя. Вылезет все равно, о, Генри, да, мы читаем эти веселые рассказы, написанные в тюрьме. Да. И смеемся. Вообще, конечно, мне кажется, можно прекращать наш разговор, закрывать тему, сказать честно людям, что не надо становиться писателями, как можно, бегите от этого как можно быстрее и дальше. Но при этом, значит, вот ты, как писатель и твои, скажем так, люди, которые так же думают, как ты, это вы еще все это дело усугубляете. То есть, вы сейчас еще занимаетесь, значит, созданием, продвижением нового проекта «Арт-резиденция», да, чтобы еще эти писатели еще и на разных языках собирались тут в Алма-Ате, обсуждали. Вот, расскажи, пожалуйста, про этот проект. То есть, он только объявлен сейчас, да? То есть, проект о литературной арт-резиденции в Алматы. Вчера мы объявили о начале приема заявок. Несмотря ни на что, я все-таки верю, что литература способна как-то сдвинуть культурную и не только культурную, а социальную ситуацию в обществе. И эту работу ведет ЛШ уже много лет, с 2009 года, которую, по большому счету, государство должно вести. Давай сразу про то, что государство никому ничего не должно. Вот сколько можно вот это вот государство обращаться? Оно уже забило на все, на всех давно. И уже надо к этому привыкнуть и успокоиться. Чего мы будем? Вот вы молодцы, вы с 2009 года работаете, и ладно, и хорошо. Какое государство? К чему государство? Государство не может с простыми вещами справиться. Ну, чего мы вот на это государство опять? Вот я во время этой тирады пью чай. Так. Не я ее произнес. Ага. Хотя, я соглашусь. Но мы ведь платим налоги, и государство, я воспринимаю, как каких-то профессионалов, нанятых нами, вести наши дела, в том числе и связанные с культурой, пока у нас нет на это времени. Если государство ведет себя не так, как я ожидаю, то это, конечно, другой разговор совсем. Вот чувствуется, что ты половину своей жизни живешь в Польше и только некоторую часть в Казахстане. Потому что, видишь, для людей, которые живут в Казахстане, вот эти вот разговоры насчет того, что мы платим налоги, и поэтому с них должны спрашивать, они совсем условны, мне кажется. Это ваша, понимаешь, европейская вот жизнь, она вас подталкивает так думать. Отчего ж, какие, они бы хоть чуть-чуть со своими делами справлялись. Ну, ладно, к Олше. К резиденции. Да, к Олше и к резиденции. Наверное, одна из самых первых вещей, которую мы говорим тем, кто приходит в Олше учиться, это ответственность, писательская ответственность за то время, в которое ты живешь. Там, приносят работу. Приходит творческая работа, фантастический рассказ, действия в далекой-далекой галактике. Джек мочит Джона на каких-то световых мечах. Класс. Хорошо написано, но мы зовем такого автора на семинар и спрашиваем, зачем. Разве этого нет? Где вы и где Джек и Джон и другая вселенная? Вот. И это самый первый разговор. Кто-то уходит, кто-то остается и, да, эту беседу продолжает с нами, что мы живем здесь и сейчас, в Казахстане. И это интересное время, которое, кроме вот вас, никто не зафиксирует в этом писательской ответственности. Вот. К чему я это говорю? Потому что одна из целей резиденции в этом году, во всяком случае, наладить диалог между авторами, которые пишут на русском языке в Казахстане и авторами, которые пишут на казахском языке в Казахстане. Резиденция — это не семинар писательский, по большому счету, это скорее разговор. Мы ищем участников и, как написано на сайте, отдаем предпочтение состоявшимся авторам, потому что вот мы дадим возможность им в сентябре сесть за стол и вместе с гостями из Соединенных Штатов поговорить о вопросах идентичности, о вопросах сосуществования двух литератур в Казахстане. И разговор этот, мы ожидаем, будет интересный. То есть это во многом для того, чтобы, наконец, познакомить казахскоязычную и русскоязычную литературу в Казахстане? Это сегодня два разных мира, две разных вселенных. Да, вообще не пересекающиеся. Практически нет. Какие-то штучные переводы существуют, но по большому счету нет. По большому счету нет. Это разные направления движения, скажем так. Направление движения авторов, пишущих на русском языке, ну, что скрывать, ностальгия по каким-то временам. Направление движения авторов, работающих на казахском языке, оно куда-то, оно прогрессивнее сегодня. Этому хорошо бы, это хорошо бы как-то услышать и понять. А началось всё с переводов, да? Началось всё с фестиваля в Алматы, по-моему, пять лет назад, куда мы пригласили казахскоязычных писателей в том числе, потому что на тот момент пространство культурное вокруг Оуша, оно было полностью русскоязычным. Мы пригласили авторов, там были переводы, были чтения на казахском языке. Мы услышали, поговорили и, в общем, в какой-то момент поняли, что особых разогласий нет. Вот языки разные, а проблемы одни и те же, общие. И это стало интересно развивать. В этом году Оуша провели литературную мастерскую для молодых писателей на двух языках, на русском, на казахском. А дальше уже мы говорим о том, чтобы собрать авторов в сентябре в Алматы и в рамках резиденции. Резиденция – это, по сути, единое такое пространство. То есть физически эти люди будут жить какое-то время в одном пространстве. Это какой-то дом. Это какой-то дом. Куда они приедут. Скорее всего, это будет гостиница. Сейчас сложно загадывать с этими обстоятельствами. Но это не только разговор за столом. Вот так вот официально, когда еще мы пригласим вольнослушателей, онлайн или оффлайн, будет видно. Но это еще и общение за ужином, обедом и завтраком. Может быть, вообще какое-то кулуарное общение, которое в литературе не менее важно, чем публичные какие-то встречи. К нам приедут руководители семинаров. Мы их называем Кристофер Мэрилл, директор IWP американской резиденции, знаменитой, которая применила в том числе и Пелевина, и Архана Памука в свое время. Замечательный поэт и ученик Иосифа Бродского. Он закончил его курс в одном из американских университетов. И приедет Нина Мюррей, автор из Америки, прекрасно говорящая по-русски, с украинскими прибалтийскими корнями, и как раз работающая с темой идентичности. Потому что это скорее не какой-нибудь писательский семинар, а скорее разговор. Для этого мы их сюда и приглашаем. Идея твоя. Идея моя. А возникла после того, как ты съездил на подобную арт-резиденцию в Соединенные Штаты Америки, да? Я носился со своей идентичностью, с осознанием своей идентичности до 2017 года здесь, в Казахстане. Ну, возил ее в Россию. Там публиковались какие-то вещи. И в какой-то мере я думал, что вот я такой здесь уникальный, работаю с этим. И приехав в Айова-Сити, небольшой городок американский, я встретился с 35 авторами со всего мира, совершенно разных стран, с такими же проблемами идентичности. И вот мы там говорили и на панельных дискуссиях публичных, и в кулуарах где-то. Мы жили все в одном отеле и встречались в номерах, просто сидели, все это обсуждали полтора месяца. И это такое расширение горизонтов очень большое. Я понял, насколько интересным, полезным может быть такой проект, тем более, что в Казахстане никогда не было писательской резиденции. По-моему, даже и в Центральной Азии таких проектов не было. Хорошо. А кто за это все платит? То есть это же не просто все вот так вот привезти людей, поселить, накормить, кормить, поить, хотя бы... А сколько времени все это должно продлиться? Ну, вот первый раз. Авторы приедут сюда на неделю. Пока так. Хотя, когда в прошлом году резиденция задумывалась, и этот проект обсуждали, утверждали, вместе с Генеральным консульством США и с компанией Chevron, срок был побольше, две недели. Пока неделя. Дальше видно будет, потому что все-таки мы думаем, что резиденция станет ежегодным событием, и география будет расширяться. Chevron платит? Chevron платит, да. Chevron поддерживает культурные проекты, и не первый раз. Сколько языков у тебя рабочих? То есть на каких языках ты общаешься, и, может быть, пишешь? Или пишешь только по-русски? Я пишу, конечно, если говорить о художественной прозе, только по-русски, и даже не строю никаких планов на другие языки. Это связано не с языком, а с культурным кодом. Да, вот культурный код, который я несу, советский, связанный с русским языком, казахстанский, он всегда был и останется. Ну, он как-то... Я пытаюсь его обогатить, я езжу куда-то. Одна цитата из Юрия Серебрянского. «Сложно понять мир, о котором не снято ни одного советского фильма». То есть, да, это прям вот у тебя настолько у тебя связь действительно с советским кинематографом, как культурным кодом. А нельзя вот вообще без него? А я с этим работаю. Почему нет? Я четко осознаю, с какими инструментами я работаю в тексте. На какие кнопочки жарят. Ну, четко-нечетко, но осознаю, скажем так. Я работаю, да, осознанно. Вот. И обогащаю материал тем, что куда-то езжу, что читаю не только, конечно, и смотрю я не только советские фильмы, обогащаю материал. Но я думаю, что могу пользоваться и этим, тем, что есть. Вот. И возвращаясь к языкам, то русский язык рабочий в прозе. Я могу написать статью сегодня уже на английском языке, могу написать статью на польском языке, отредактировать могу эти материалы, но не строю планов прозу писать или, ну, не дай бог, еще и стихи попробовать писать на польском или на английском. Там, в общем, трата времени для меня. А перевод, переводы? Переводы обогащают. С переводами я работаю, когда я не пишу что-то свое. Вот как раз продвижение языка. Перевод как продвижение языка, продвижение в языке, в другом. Прекрасный метод. Ты сказал, что, вернувшись в Алматы, почувствовал, что язык здесь законсервировался, что здесь русский язык не развивается. То есть почему? Почему у тебя такое ощущение? А что влияет? Больше казахского, больше английского. Что влияет на то, что русский язык, который в Алмате всегда был хорош, а вот стал никакой? Я думаю, что, к сожалению, мы уже потеряли вот этот статус самого чистого и хорошего русского языка на постсоветском пространстве. Мы все еще производим русскоговорящих людей в школах. Мы не просто пользуемся языком. Но я, наверное, думаю, система образования, которая сейчас выстроена, такое отношение к русскому языку уже прагматичное, скажем так. Оно дает о себе знать уже в нескольких поколениях. Видно, что люди... Кто-то думает уже на английском языке, кто-то говорит на русском при этом, кто-то думает на казахском, говорит на русском. Или другой пример – это, наверное, реклама. Это даже визуально заметно. Я, когда приезжаю в Москву или в Санкт-Петербург, я вижу, как язык растет. Вот еду по улице и вижу там вывеску «Часть суши». Это суши-бар, часть суши. «Джимми Пой», там «Фиалки в сахаре» и так далее. То есть вот рекламщики, креативщики двигают русский язык прямо на улицах. У нас это в застывшем таком варианте. Но ведь двигали через рекламу русский язык в Алма-Ате буквально 20 лет назад. И двигали интересно. А вот сейчас вроде как и реклама никуда не делась. А вот движения уже нет. А что поменялось? Поменялся какой-то культурный код? Или что поменялось? Я не могу судить о движении в сторону казахского языка. Я не чувствую настолько казахский язык, чтобы сказать, что вот это вот креативно. А на моей памяти сейчас только мясоед, как такое яркое название, появилось несколько лет назад. Я очень радовался, когда его видел. Билингва, да. Вот в этом направлении движется, например, поэт Ануар Дусинбинов. Я думал, что ты про него не вспомнишь. Вот если в эту сторону двигаться, это очень интересно. Это очень интересно внутри страны. И может быть интересно и при взгляде со стороны на то, как здесь развивается симбиоз языковой такой. Симбиоз русско-казахский. Русско-казахский, да. Русско-казахский. Несмотря на то, что языки совершенно из разных семей что-то движется. Это единичные совершенно случаи. И по большому счету не движется ничего. А перевод на латиницу, он еще больше внес какую-то сумятицу в ситуацию. И ведь креатив – это не только сам текст содержания, но это же еще и визуал. Как с ним работать. Латиница, Кирилль, совершенно разные подходы, разные вещи. Ну, рекламщики-то как раз будут рады перехода на латиницу. Потому что всегда лучше, наработано-то в мире рекламных образов, связанных с латиницей, гораздо больше, чем с Кирилльцей. А вот поэтому здесь, скажем, на наполнение, да, вот с наполнением проблемы. А русский язык, который используешь ты, как русскоязычный писатель, живущий в Казахстане и в Польше, это другой русский язык, чем русский язык, который использует русский писатель, живущий в Воронеже? Это как раз вопрос наполнения. И возвращаясь к предыдущему, я скажу, что меня бесит, что все вокруг называется Байтирек. Или Айсултан. Но тут уже не реклама же виновата. Вот как хотите воспринимать. Ну, бесит и бесит. Меня не бесит, я уже привык, я просто стараюсь этого не замечать, как обои. Мы же не замечаем, или мы же не замечаем асфальт, по которому мы идем. Вот я ни Байтирек, ни Нур-Султан уже не замечаю. То есть, это какой-то просто белый шум. Ну, понятно, когда человек приехал, его это бесит. Хорошо. А что касается русского языка, то скорее наполнение. Скорее наполнение и темы, и направления. Я читаю тексты, которые пишутся в Воронеже. Есть самотёк у нас в журнале. В журнале это литература. В журнале литература, да. Географически это уже не совсем российский журнал, потому что мы принимаем тексты отовсюду, написанные на русском языке. Ну, в том числе из Воронежа тоже приходят хорошие работы, интересные. И тут, наверное, направление мысли. То, что волнует человека в Воронеже. Это, наверное, такие сейчас для России, я наблюдаю общие настроения, сосредоточенность на внутреннем, на рефлексии, на происходящее внутри. Это совершенно естественно и понятно. Только в России. То есть мы живём, мы, русские писатели в России, живём только в России. Вот ты об этом говоришь? Не всё так. Не все пишут только о России. Но тренд такой прослеживается. Да. Тренд такой прослеживается. Казахстанские авторы больше направлены вовне. Ну, потому что они уже русскоязычные, они уже здесь диаспора, да. То есть они уже взаимодействуют, во-первых, с мейнстримом казахстанским и казахским, да. Потом они вообще более открыты в силу того, что они вот вне этого огромного и давящего поля русской литературы, которая, на мой взгляд, утюжок не меньше, чем русская идеология сейчас. Мы воспитывались здесь не только на одной русской литературе. У нас, как минимум, была ещё в школе казахская литература. А как максимум мы говорили и о зарубежной. И читали здесь и Джека Лондона. Только они тоже читали Джека Лондона. Тоже читали, да. И Хемингуэ в России читали. И вообще в Советском Союзе старались что-то читать. Почему сейчас сосредоточенность такая только на России, а вот у русскоязычных открытость в мире? Ну, если так, очень условно. Я думаю, это естественный процесс. В России есть о чём сейчас порассуждать русскому писателю. И читатель этого тоже ждёт. События, которые там происходят, рефлексия должна быть. Литературе нужно время. Но вот книги выходят на эту тему. И читатели их покупают. Кто-то пишет, конечно. Не только про Россию. А у нас... Ну, в общем, тут, наверное, совершенно частная история. Моя личная будет. Значит, я приехал на семинар в Липке в Москву в 2008 году на семинар прозы. И что? И вот сели вокруг замечательного автора Вячеслава Пьецуха семинаристы, студенты. Он действительно очень хороший писатель. Мне очень повезло. Мне очень повезло попасть на его семинар. И сели в основном русские начинающие писатели. Я сидел, слушал о чеченской войне, о каких-то совсем русских вещах таких. Одна работа, вторая, третья, четвёртая. И я сижу и думаю, что я могу вообще сказать на эту тему. Поэтому я вообще, по сути, ничего дать-то не могу русскому читателю в таком случае. Вот. И два года потом я думал, сидел, ну что же мне там делать-то? Как публиковаться в России? Потому что на тот момент, в 2008 году, если ты не публикуешься в России, ты вообще вне внимания литературного поля какого-то. Это сейчас уже символический капитал казахстанского писателя, именно казахстанского писателя, помогает мне, например, публиковаться где-то в США. Это воспринимается отдельным символическим от России капиталом. На тот момент такого не было, да. Ты не публикуешься в России, тебя нет совсем. Вот. А чтобы публиковаться в России, ты, наверное, должен говорить на понятные темы. И вот я два года думал, а потом просто махнул рукой, стал писать на темы, которые меня волнуют. Здесь, в Казахстане, не только в Казахстане, вот путешествия, поездки повлияли, опыт жизни. Ну, что-то получилось, что-то получилось публиковать в том числе потом и в России. Вот. А нынешняя ситуация, ну, собственно, вот пример простой. Вот книга, выпущенная при поддержке фонда Сорос, запрещенного сегодня в России. Вот книга, выпущенная при поддержке Шеврона и консульства США. В общем, я тоже думаю, что сейчас ситуация не такова, чтобы совместные культурные проекты в России вести с консульством Соединенных Штатов Америки. И так как у нас интернет, и всё доступно онлайн, мы становимся в какой-то мере окошком таким, я думаю. Окей. Совсем коротко ещё. Как ты ощущаешь, мы, русскоязычные, русские, неважно, живущие за пределами России, мы сейчас русский язык апроприируем или не апроприируем? То есть, что мы вообще с ним делаем? И вообще, русский язык, он кому-то принадлежит или нет? Монополий на русский язык нет ни у кого. И мне нравится то направление, которое задали филологи, занимающийся вот этим осмыслением статуса русского языка сегодня в литературе. Потому что пока это движение я вижу только в литературе. Русский язык как полицентричный язык. Это что такое? Полицентричный, не принадлежащий единой метрополии. То есть, такая ситуация была с французским языком. В силу колоний. В силу колоний, да. Вот как раз снова скажу. Но это очень яркий момент, его нельзя не сказать. Президент Сенегала, писатель Леопольд Силангор сказал, что французский язык мы ассимилировали. Вы пытались ассимилировать нас, а мы ассимилировали французский язык и будем им пользоваться дальше. Вот на этом выросла франкофония. И вот сейчас такая ситуация для русского языка. Я думаю, что он существует как возможность. От нас уже зависит, куда мы двинемся здесь, в Казахстане. Изгоним ли мы отсюда русский язык? Потому что это проще. Мононациональным государством управлять проще. Или мы попробуем с ним работать, попробуем его оставить, только другую какую-то этому парадигму придадим. Сейчас пока активно разрабатывается, конечно, тема постсколониализма. На какой-то момент она может быть уже исчерпана, и тогда можно попробовать пересмотреть эту ситуацию, если еще не будет поздно. Вот. И есть такой шанс у нас. Есть такой шанс. И что касается тех носителей русского языка, которые живут в Казахстане, мы можем увидеть, что переезжая в Россию, наши люди селятся диаспорами там. Есть у нас диаспора в Белграде, есть у нас диаспора в Калининграде. Это как раз связано с менталитетом. Вопрос не только в языке. Вопрос еще и в менталитете. И вот, наверное, это я приведу как пример. Мы начали с русскоязычного писателя. И вот я думаю, что это будет примером тому, что все-таки я писатель не русский, а русскоязычный. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok